салам алейкум привет салам алейкум привет говорю ты образованный человек да а почему кати говорит салам алейкум привет ну что такое салам алейкум ты можешь сказать привет а я могу тебе сказать здравствуй правильно также можно сказать я могу искать шалом например как это разные вещи эти говорю салам алейкум я говорю тебе смотри я говорю тебе на арабском языке мир твоему дому а ты мне говоришь привет привет это просто ну потому что я я смотри я же не говорю на арабском языке правильно я с тобой разобщать я тоже не говорю ну вот это знаешь как ответить но ты же знаешь я принципиально не ответил потому что я знал что будет после этого что если я тебе не отвечу поэтому я не захотел играть по твоим правилам а начал играть по своим я блогер небольшой поэтому слава украине слава россии слава россии да смотри неординарный вопрос я думаю слава чем чем слава страны какого периода начать самого-самого начала ты мне скажи просто в чем слава россии не все но с какого периода в чем слава россии это страна чемпион это страна лидер Это страна лидер. По футболу? Слава стране лидеру. Слава стране лидеру. В чем она лидер? В футболе, в хоккее? В чем она лидер? А при чем здесь футбол, хоккей? Там тоже. Там тоже, в хоккее тоже. Россия в футболе лидер? Я не говорю за футбол, я сказал за хоккей. Ты сказал за хоккей, за футбол, я сказал в футболе нет хоккей. Хорошо. Россия в хоккее лидер. Даже если поиграть в твою игру. И поэтому слава ей за то, что она в хоккей лидер. А причем ты здесь начал приводить пример со спорта. Я сказал, что это страна лидер. Ты же знаешь, что такое страна лидер? Ты должен мне дать логическое... Ты сможешь перечислить мне страны лидеры? Конечно. Смотри, лучшая экономика мира. Страна какая? Германия. Канада. Нет, лучшая экономика мира это Соединенные Штаты, потом идет Китай. Но неважно. Хорошо. В какой стране... Канада. Лучшая экономика это Канада. Ну, пойди, почитай. Я не буду сейчас проводить ликбез. Я читал, я не собираюсь спорить, я не спорю, я тебе просто вставляю в свои группы. Я знаю, что это Канада. Ну, вот я тебя, может, разочарую, может быть, нет. Канада тоже находится в лидирующих позициях, но лучшая экономика мира Соединенные Штаты Америки. У кого самая большая, скажем так, военная промышленность? В какой стране самая большая? Военная промышленность, скорее всего... Ну, скорее всего, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Лидер Соединенных Штатов в этом. Окей. Количество свобод в стране играет роль для славы? Для славы. Для славы страны. А почему? С чем связано слава? Слава стране? Хорошо, в чем ее слава? Я тебе скажу, в чем слава. Смотри, если опираться на гражданское, грубо говоря, про патриотское... О, ты очень хорошо сейчас сказал. Если опираться на народ страны, правильно? Правильно. То, что этот народ делает в этой стране. Вот в России сегодня есть возможность критиковать власть свою? Вот тебе не нравится, Путин? Вот ты... Как ты можешь критиковать власть? Я... Поверь мне, но я тоже доказывать ничего не стану. Я... Я этот... Если бы я был... Я такой человек, что если бы я был против своей власти или чего-то, что-то мне не нравилось, что-то меня не устраивало, я бы жаловался. У меня есть все. Зачем мне жаловаться на мою страну, на моих политиков, когда... Ну, я ни в чем себе не отказываюсь. У меня все есть. Все, в чем я нуждаюсь, у меня все есть. И в чем не нуждаюсь. Я могу себе позволить много чего. Давайте объясним. Подожди, подожди. Есть люди, которые, грубо говоря, вот в Украине, я тоже тебе приведу пример, в Украине, в Украине нищета, в Украине нищета. Есть на... Как на примере Украины, просто рассказываю, Украина. Есть люди также и в России, которые живут неблагоприятными условиями. Они жалуются, они могут жаловаться и на политику, могут жаловаться, могут жаловаться еще на что-то. То есть... Смотри. Ну, ты понял, о чем я сказал. Ты понял, что я имею в виду. Ты уже... Поэтому мне нет смысла. А свобода слова в моей стране есть. Свобода слова в моей стране есть. Ты в армии служил уже или еще нет? Служил, в армии служил. А ты подлежишь мобилизации частично или нет? Тебя вызывали уже? Да, подлежу, конечно. Тебя вызывали? Повесткой уже тебя вызывали? Нет. А вот завтра тебе принесут повестку и скажут, ты завтра должен собираться с вещами и уезжать. Ну все, вперед с песней. А можешь ли ты сказать, подождите, на мою страну никто не нападал, почему я должен куда-то ехать? Есть власть, есть народ. И что? Народ может влиять как-то на власть? Не власть выбирает народ. Не власть выбирает власть, а народ выбирает власть. А скажи мне, когда Путина... Наступить на свои грабли для народа, это... Ну нет такого, наступить на свои грабли для народа. Мы сделали решение, решение принято. Мы это кто? Мы это кто? Кто сделал решение? Народ. Народ. Я тебе говорю про народ. Народ делает... Окей, решение в чем? Выбрали власть. Не власть, я тебе еще раз говорю. Выбирает власть. А народ выбирает власть. Смотри, Путин находится у власти 22 года, правильно? Несмотря на то, что в конституции записано, что он не может там находиться. Покажи мне сейчас гражданина Российской Федерации, который говорит о Путине плохо. Есть такие люди, есть. Но в основном, в основном... Есть и на Украине, которые про Зеленского говорят плохо. Дело в том, смотри, любая, любая свобода начинается с критики власти. Ты сегодня не можешь выйти с листочком, на котором будет написано «Я против Путина» на улицу. Тебя сразу заберут. Ты не можешь сегодня по телевидению сказать, что нужно заканчивать войну, потому что эта война, кроме смертей и плохого, ничего не несет, потому что тебя тоже заберут. Ты не можешь сегодня сказать, что ты против войны. Если человек в своей стране не может сказать, что он против войны, эта страна больная. Это значит, что-то в ее механизме, в этой стране, в ее устройстве, что-то не так. Это значит, общество больное. Потому что общество, которое кричит «Мы хотим войны», это общество в 21 веке, оно нездорово. Смотри, хорошо. Ты договорил? Да. Смотри, ты сам перешел на тему конкретно, и ты уже начал конкретно за войну говорить. Хорошо, ты говоришь, что война не несет ничего, кроме смертей, боли, страданий, плохих качеств. То есть ничего хорошего война не приносит. По факту. Войны никогда не были хороши. Война — это никогда не было хорошо. Но есть такая штучка, которую... Ну, как бы подписали, и подписали по факту. Как ты можешь говорить... Вот я не понимаю таких людей, которые... Вы говорите, что это война, вы называете это войной. Это же не война. Это не война. Как вы называете это войной? А что это? Как ты у себя в голове представляешь войну с Российской Федерацией? Смотри, давайте... Подожди, ответь на мой вопрос. Я же пытаюсь сказать, и ты перебиваешь. Как ты в голове представляешь войну с Российской Федерацией? Смотри, когда выстраивается армия в 200 тысяч человек на границах другой страны, и ее спрашивают, вы хотите на нас напасть? А этой стране отвечают, нет, мы не хотим, у нас проводятся учения. И потом со всей своей мощью, да, близ криком, с танками, с авиацией, с самолетами, с катерами, да, с лодками, с... Вот, вот, вот я тебе сейчас говорю. Подожди, дай это скажу, дай это скажу. В чем и суть? Дай это скажу. Начинают эту операцию, потом, когда идет что-то не так... Операция. И людям говорят... Правильно, я сказал. Не войну, операция. Послушай, ну вот послушай меня. Послушай, я здесь в чат-рулетке общаюсь уже очень много. Знаешь, какой аргумент был? Я тоже очень много. Как у людей, какой из России был аргумент мне? У нас нет мобилизации, поэтому это не война. Вот сегодня уже мобилизация. Я тебе говорю к тому, что, когда страна начинает войну, придет момент, что будут забирать всех. И будет плевать, хочешь ты, не хочешь, тебя нужно призывать, не нужно, потому что у тебя нет прав в стране. Ты не можешь критиковать власть, ты не можешь ничего заявлять о том, что ты бы хотел каких-то изменений в стране. Именно поэтому твоя страна сегодня больная. Она ведет себя как недоразвитый, понимаешь, недоразвитый мира сего. Ты сможешь отказаться от мобилизации в своей стране? Конечно. Ты сможешь отказаться от мобилизации в своей стране? Смотри, у вас в Конституции написано так. Как у вас называется? Министерство обороны или министерство нападения? Вот как у вас называется в России? Министерство обороны. А на вашу страну кто-то нападал? Это совершенно две разные вещи. Как это? Разные вещи. Это именно то. Окей, второй вопрос тебе. Почему назвались? Подожди, ты меняường выключен вопрос, então зачем мне задать, не отвечаю ли вы. Так я же тебе только что ответил на этот вопрос. Ты мне задал вопрос, я на него ответил и задал тебе контр-вопрос. Вот только что ты мне задал вопрос. Почему это является войной? я сказал почему эта война я не успел договорить ты начал сразу отвечать то есть нет я ответил и задал тебе вопрос то так диалог строится ты меня вопрос я тебе вопрос я отвечаю это неважно это неважно давай продолжим эти просто сейчас вопрос который я хотел я выслушаю дальше смотри оттуда начинаешь это первый вопрос это второй вопрос третий вот смотри почему я говорю почему не война спецоперации ты думаешь неправильно сказать спецоперации назвали кочка девacher война конечно война что несет за собой какие последствия несет как полномасштабном режиме война несет за собой последствия на 20 на наш захват территории захват территории смотри когда гитлер заходил советский союз малей барбароса смотри последствия войны это захват территории путин хочет захватить Какое главное оружие преобладает мощью в сегодняшний день? Ты имеешь в виду ядерное оружие? Я имею в виду именно ядерное. Ядерное оружие это сдерживающее оружие. Ядерное оружие есть и только у России. Сегодня Америка скажет Украине, например, Украина говорит, мы обращаемся к Соединенным Штатам, поставьте, пожалуйста, у нас в стране ядерное оружие. И Америка приходит, так по запросу Украины, ставит ядерное оружие, и что будет дальше, скажи мне. Почему Соединенные Штаты Америки, заходя во Вьетнам, не использовали ядерное оружие? Это не будет никогда, потому что Украина сразу перестанет... Не говори никогда, не говори никогда-никогда. Потому что были разные вещи. Когда Соединенные Штаты поставят ядерное оружие на приближенные территории к границам Российской Федерации, то эта страна перестанет... Это тебе бы так хотелось. Эта страна просто перестанет физически существовать. Это тебе бы так хотелось. Смотри, сегодня Россия заявляла свои планы, у нее эти планы не получились, она начинает следующую мобилизацию. Сегодня все, что могла Россия сделать, она уже сделала. Харьковская область свободна, с Киевской области выгнали, Черниговская, Сумская. Сейчас на Херсонском направлении российская армия бежит. Понимаешь? И что происходит? Я тебе сейчас просто покажу, что будет в дальнейшем, что ты просто понимал. Сегодня Россия ведет захватническую войну. Дай мне вот просто такой ответ. Я сейчас тебе ответил на твой, ответь мне на мой вопрос. Чем отличается захват от освобождения? Вот Россия говорит, мы идем освобождать, помогать людям из Донецкой республики, как они ее называют. Объясни мне, в чем разница захвата и освобождения? Я понял, к чему ты идешь. Я не вижу смысла отвечать на глупые вопросы. Я просто тебе хочу сказать... Бывают глупых вопросов. Бывают глупые ответы. Глупых вопросов вообще не существует. Потому что любой вопрос... Нет, тогда ответь не на него. Если я задал тебе вопрос, я же на твой вопрос ответил, ответь на мой вопрос. Что делаешь? Дай мне ответ. В чем разница между захватом... Что, что делаешь? Что делаешь сейчас? Ну сейчас что делаешь? Ну, общаюсь с тобой. Что делаешь? Общаюсь с тобой. Часто общаюсь с людьми из России. Нет, в данный момент что делаешь? Вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас общаюсь с тобой. Вот прямо сейчас я смотрю, что ты делаешь, что ты делаешь? Прямо сейчас общаюсь с тобой. И как получается? Получается. Я же... Я смотрю, я же небольшой блогер. Я общаюсь с Россией. И потом показываю это другим людям. Они смотрят, и они анализируют. И для себя, может быть, какое-то понимание приходит для некоторых людей. Для некоторых не приходит. Я это услышал, я уже понял. Ну и все. Как ты можешь заметить, я даже не стал там как-то уходить от разговора, от диалога. Я просто стою на своей позиции. И никакую заднюю, грубо говоря, заднюю скорость не врубаю. Тогда мне ответ, чем отличается захват и освобождение. Я тебе еще раз говорю. Я понял, к чему ты клонишь. Я понял, к чему ты клонишь в плане того, что ты думаешь, что это не освобождение, а это захват сейчас идет. Но это не так. О, объясни мне, почему не так. Я же хочу понять твою сторону. Может быть, ты меня переубедишь. Подожди, хорошо. Кем ты являешься на данный момент по отношению к СВО? Что значит, кем я являюсь? Как сказать? Вот хорошо, у нас Миноборона, у вас как называется? Да везде Министерство обороны. Враг. Везде Министерство. Ну да. Хорошо. Вот как ты? К военной структуре какое ты имеешь в виду? Имейте отношение к политической и военной структуре? С оборонительной стороны, я считаю, это правильно. Каждая страна имеет право себя защитить, если на нее нападают. Вот смотри, если бы сегодня на Россию кто-то напал... Какие отношения именно ты, конкретно как гражданин своей страны, имеешь к структуре вооруженных сил своей страны? Либо к политической деятельности своей страны. К политической деятельности имею прямое отношение, к военной структуре меньшее отношение. Политическая деятельность чем твоя заключается? Какая у тебя должность в плане политической деятельности своей страны? Не, ну у меня должностей таких нету, я человек... У тебя нет должностей. Тебя ставят в курс дела вообще, что происходит там, на высшем уровне? Ты имеешь в виду секретные какие-то планы, конечно, не ставил. Но я могу анализировать, глядя на что-то. Я могу смотреть, что происходит там на поле боя, я могу общаться с разными людьми. Я могу смотреть новости разных, разные каналы. Так как я говорю на нескольких языках, я могу анализировать и слушать не только на русском языке, например, да? На каких языках ты разговариваешь? Английский язык, например, украинский язык, русский язык. Не густо. Ну ладно, ничего. А сколько ты языков знаешь? Ну, в совершенстве знаю 5 языков. Какие? Греческий, турецкий, турецкий, салкинский, грузинский, азербайджанский. Ты из Грузии сам? Откуда ты? Я грек, я выходец из Грузии. Ага, ты выходец из Грузии. Ну, смотри... Ну, знаешь, кто такие салкинские греки? Смотри, ну, во-первых, греки мне очень нравятся, у меня есть друзья греки. Во-вторых, у меня есть друзья грузины тоже из Грузии. Вообще по всему миру у меня есть разные люди, разные национальности. Я отношусь ко всем национальностям очень хорошо. Я отношусь плохо к империалистам и к тем людям, которые поддерживают агрессию, которые поддерживают какую-то недоразвитость. Я очень часто... Я поддерживаю не агрессию, я поддерживаю свою страну, я поддерживаю свою родину, в которой я родился. Но на свою родину никто не нападал. Я бы тебя понял. Смотри, когда на Советский Союз напали, все страны... Была гитлеровская коалиция, которая помогала Советскому Союзу. Много стран помогали, потому что они понимали, что Советский Союз являлся жертвой агрессии. То же самое сегодня происходит с Украиной. На Украину напали, другие страны помогают... Ребята, вот то, что происходит сегодня в рулетке. Многие сегодня в России, понимая, что из себя представляет сегодняшняя путинская Россия, но тем не менее продолжают поддерживать все это именно самое настоящее мракобестие. Хотя они там говорят о каком-то православии, о каком-то райе, как Путин заявлял и так дальше. Хотя на самом деле здесь все очень очевидно и все очень просто. Для того, чтобы узнать правду, нужно просто сказать себе, что я хочу ее узнать. А в основном в России люди хотят слышать то, что им приятно слышать. Они хотят слушать, как им говорят, что их страна самая великая, что в России все самое лучшее, хотя это не так. Вместо того, чтобы сказать, вот у нас здесь есть проблемы, здесь есть проблемы, вот здесь мы не правы, вот здесь плохо. Давайте как-то с этим разбираться и справляться. Нет. Поэтому там ничего хорошего не будет. Именно потому, что население России сегодня поддерживает эту власть, которая сегодня занимается, по сути, очень плохими вещами. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok